Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в программе 22-й апрельской международной научной конференции по проблемам экономики и общества, которая проводит Высшая школа экономики ежегодно, почетный доклад председателя коллегии Евразийской комиссии Михаила Владимировича Мясниковича «Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Михаил Владимирович, я думаю, что университетская аудитория для Вас привычна. Вы сам доктор экономических наук, возглавляли Академию наук Белоруссии, являетесь почетным профессором целого ряда университетов, воспитали несколько кандидатов в наук, насколько я знаю. Поэтому для Вас, наверное, встреча с университетом и привычно, и приятно. Хотя, безусловно, мы Вас встречаем здесь и приветствуем в первую очередь в качестве председателя коллегии ЕЭК, человека с богатейшим опытом в самых различных сферах. Вы работали на производстве, занимали высокие должности в Белоруссии. Напомню только то, что Вы возглавляли управление делами президента Белоруссии, были премьер-министром, обладаете богатейшим международным опытом. И, безусловно, все это будет очень полезно и интересно всем участникам, всем слушателям доклада. В аудитории отчасти реальные, к сожалению, мы вынуждены соблюдать ограничения, которые связаны с эпидемиологической обстановкой. В аудитории здесь и в онлайне студенты и аспиранты, преподаватели, сотрудники, которые интересуются международными отношениями, мировой экономикой, вопросами регионального развития и, безусловно, евразийской интеграции, которая является одной из ключевых тем для нашего университета. Скажу лишь только то, что в программе нынешней апрельской конференции около десятка мероприятий, посвященных этой теме, и, безусловно, Ваш доклад является ключевым событием в программе, посвященной евразийской интеграции. Наш университет начал взаимодействовать с комиссией практически с момента ее создания, и сотрудничество это ведется по целому ряду направлений, но, в первую очередь, это научно-исследовательская и экспертно-аналитическая поддержка. Мы выполнили за годы нашего сотрудничества порядка 30 научно-исследовательских работ. Это, безусловно, реализация научно-образовательных программ по евразийской тематике, включая дополнительное профессиональное образование для сотрудников комиссии, для профессионалов из стран-членов комиссии, подготовлена концепция высшей школы ЕЭК с участием высшей школы экономики. Ну и третий большой блок – это информационные обмены, проведение совместных мероприятий, среди которых я бы отметил международный форум ЕАЭС, который мы проводим с 2015 года в нашем университете. Ну а в 2018 году в рамках вот сапрейской конференции, которая у нас проходит сейчас, в 2018 году была организована специальная сессия по развитию интеграции в контексте председательства Российской Федерации. Ну и после лекции у нас состоится церемония подписания программы сотрудничества. Это очередная программа двухлетнего сотрудничества с комиссией. Поэтому еще раз мы очень рады приветствовать вас, мы очень рады тому, что вы нашли возможность представить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, стратегию 2025, которая является важнейшим документом развития интеграционных процессов в среднесрочной перспективе. Спасибо вам еще раз большое за то, что нашли время и с удовольствием предоставляю вам слово. Спасибо большое, уважаемый Иван Валерьевич, за такое доброжелательное представление у меня и анонсирование моей лекции, моего доклада. Таким образом, я полагаю, что вы возбудили определенный еще повышенный интерес к тому, что предстоит нам сегодня рассмотреть. Конечно, наша сегодняшняя встреча, она по определенной степени коронавирусной инфекции, так сказать, ограничивает возможности как-то пространства, но я так понимаю, что виртуальная аудитория значительно шире, чем то, что мы сегодня здесь, как говорится, в этом кругу имеем. Поэтому я буду, вот как-то я сомневался, так, у меня с классической лекцией выступателей, с каким-то изложением тех вопросов, которые хотелось бы донести до участников конференции. Но я думаю, что, наверное, нам надо с учетом того, что аудитория достаточно широкая, виртуальная, все-таки я хочу тогда, наверное, остановиться на неких базовых формах изложения материала, а потом, безусловно, может быть и какая-то дискуссия, обмен мнениями, вопросы. Я к этому готов и, безусловно, с учетом того, что высшая школа экономики, это, конечно, у всех на слуху, это все с трепетом, с уважением говорят о тех замечательных достижениях, которые вы имеете. И для меня это тоже в определенной степени очень интересно. я впервые, впервые, значит, в этих стенах. Я думаю, что мы будем как-то взаимно интересными собеседниками друг для друга. Уважаемые участники и организаторы 22-й апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, я действительно очень рад приглашению выступить сегодня перед вами. Апрельская конференция, которая уже традиционно организуется Национальным исследовательским университетом высшей школы экономики, это действительно знаковое мероприятие. Знаковое мероприятие во всех отношениях. И здесь, и вот во вступительном слове, и, безусловно, тех материалов, которыми я располагаю, я вижу, что здесь очень широкий круг высокого уровня участников. Поэтому можно смело говорить о том, что имеется такое объединяющее начало наиболее прогрессивных представителей экспертного сообщества в целом. И большое спасибо, что в программе конференции 2021 года уделено достаточно большое внимание разностороннему рассмотрению вопросов евразийской повестки, о чем было и сказано в том числе в вашем вступительном слове. Для того, чтобы как-то сделать определенную подводку к тем материалам, которые составляют стратегию развития до 2025 года, я думаю, что уместно нам еще раз сказать, что 2020 год внес очень серьезные коррективы в логику мирового развития в целом. И мировой экономический кризис 2020 года, безусловно, обусловлен сменой технологических и мирохозяйственных укладов. Очень много сейчас списывается на пандемию коронавируса, но я полагаю, что пандемия лишь ускорила негативные процессы. Конечно, есть и собственный вклад в кавычках негативной эпидемиологической и сложной обстановки, но надо рассматривать, на мой взгляд, вопросы в комплексе. Что мы имеем? Безусловно, вот та долгосрочная стагнация, которая была в 2014-2019 годах и многолетнее откладывание стратегических решений, неблагоприятная конъюнктура энергетических рынков. Почему-то мы тоже должны как-то об этом говорить. Они все наложились, вот эти недостатки в целом. И сегодня снижение мирового ВВП в 2020 году находится в пределах 3,5% по оценкам Международного валютного фонда. Китай, конечно, показал рост на 2,3% и вышел на положительную динамику еще в третьем квартале прошедшего года. Показатели, как говорится, печальные, но не критичные. И вы все знаете, что были достаточно пессимистичные прогнозы. К счастью, они не оправдались. И да, действительно, падение и мировой экономики ведущих стран и в том числе государств, членов Евразийского экономического союза имеет место быть, но оно несколько ниже, чем то, что было со стороны пессимистически настроенного экспертного сообщества. Пандемия и кризис обострили ряд других проблем. Нарастание протекционизма и кризис многосторонней торговой системы. Односторонний отказ от долгосрочных обязательств, стремление перехода от кооперационной повестки к обособленному развитию ведущих экономик мира. И вот эти вопросы, вы знаете, что рассматривались на всех высоких площадках и Давоса, и других. И, безусловно, когда мы говорили о глобализации, о согласованных каких-то шагах, то сейчас, в том числе, ключевые экономики, в первую очередь, Соединенные Штаты, рассматривают вопросы своего обособленного развития, и это вносит достаточно серьезные коррективы в ранее принятые решения. Я полагаю, что все это перечисленное – это шаг назад, и оно не характерно для содружества независимых государств и Евразийского экономического союза, которые я сегодня здесь представляю. То есть у нас вопросы сотрудничества, вопросы взаимодополняющего развития по-прежнему остаются на приоритетных местах. И в складывающейся ситуации одним из наиболее эффективных путей развития является, безусловно, углубление региональной интеграции и создание на ее основе обновленной бесшовной архитектуры международных экономических отношений. 2021 год – это седьмой год функционирования Евразийского экономического союза. Мы полагаем, что наш союз состоялся как неотъемлемый элемент экономической модели государств-членов и стал частью мировой экономики. В 2014 году был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Он носит всеобъемлющий характер, и государствам-членам удалось одномоментно договориться о полноценной интеграции по широкому кругу вопросов. Действительно, сам договор и все те решения, которые были в рамках Евразийского союза, это все дало мощный импульс к развитию интеграции, и предложенная парадигма сотрудничества зарекомендовала свою состоятельность. И вот в этом плане я хочу привести некоторые цифры. Объем валового внутреннего продукта Евразийского экономического союза за первые пять лет увеличился на 21%, достигнув по итогам 2019 года почти 2 трлн долларов. За этот же период промышленное производство в Евразийском экономическом союзе выросло на 13,2%, и особенно я хотел подчеркнуть по обрабатывающей промышленности, которая выросла, дала рост на 13,2%, виноват на 15%. Я привожу эти цифры, потому что они значительно выше, чем, например, показатели аналогичные по Европейскому союзу, где промышленное производство выросло на 5,4%, в том числе обрабатывающая промышленность на 6,1%. Конечно, вы все как опытные экономисты можете сказать о базовых принципах, то есть с какой базы мы, как говорится, стартовали и от какой базы идет счет. Безусловно, здесь мы должны давать отсчет, что еще очень далеко нам до того уровня производительности и того уровня добавленной стоимости, которая имеет экономики развитых государств. Но вместе с тем объем взаимной торговли государств-членов увеличился за этот пятилетний период на 27,7% и растет рейтинг Всемирного банка в рамках ведения бизнеса. Мы сегодня занимаем, как объединенная экономика, 29 место и 119 экономик. И характерно, что произошел рост на 12 позиций, и особенно вот в этом плане прирост составили хороший по Казахстану и Российской Федерации, которые улучшили свои позиции на 13 и 16% пунктов соответственно. Что касается рынка товаров в Евразийском экономическом союзе и рынка услуг. Сегодня у нас рынок услуг действует в 53 секторах, принят единый таможенный кодекс, обеспечивается свободой передвижения и социальной гарантии трудящихся. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что подписано соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза, которое вступило в силу в январе 2021 года. То есть, в принципе, сейчас пенсионное обеспечение граждан наших пяти государств решается независимо от того, где наработан соответствующий трудовой стаж. То есть, суммируется по этим всем показателям. 49 единых технических регламентов по товарам, торгуемым товарам. В целом, больше 12 тысяч международных стандартов, которые мы разработали, внедрили. И сейчас они находятся в базе действительно всех стран. Таким образом, у нас порядка 85% торгуемых товаров уже сегодня сертифицированы по единым техническим нормам. Я еще раз хотел бы резюмировать, значит, что единый таможенный тариф, таможенный кодекс, который принят, это фактически внешний контур и внутренняя торговля безбарьерная, общий рынок и регламентируется едиными техническими регламентами и стандартами. Ну, можно задать вопрос одновременно, что достигли ли мы тех целей, которые ставились при подписании договора в 2014 году. Конечно, темпы могли бы быть более высокими, и причины видятся, конечно, следующие. Я не претендую на то, что это будут исчерпывающие перечень, но вместе с тем, то, что касается, первое, это не в полной мере реализованный интеграционный потенциал, и особенно то, что касается промышленного производства. То есть отсутствует сегодня ориентация на специализацию экономик, отмечается недостаточный уровень промышленной кооперации, а качество и конкурентоспособность производимых в Союзе продукции оставляет желать лучшего. Я хотел бы пояснить этот тезис. Действительно, у нас вроде и достаточно много совместных компаний, около 17 тысяч предприятий, которые на территории наших пяти государств, но их вклад в совокупный валовый внутренний продукт недостаточен. и достаточно такого масштабного объема промышленной кооперации, трансевразийских промышленных корпораций мы пока не имеем. Поэтому вот такое национальное развитие и торговля в рамках Союза, я считаю, что это только первый шаг. И вторым шагом, безусловно, должна быть глубокая промкооперация, объединение, крупные промышленные корпорации, которые могли бы достаточно серьезно себя позиционировать на внутреннем рынке и на рынках дальнего зарубежья. Вторая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, это достаточно низкий уровень инвестиций в основной капитал. Мы пока стремимся к тому, чтобы вот как-то максимально задействовать тот потенциал, который сегодня имеется, но мы все должны отдавать отчет, что ранее созданные производственные мощности, они не обладают должными конкурентными качествами и, безусловно, надо уделять больше внимания инвестиционной деятельности. Поэтому все вопросы, связанные с трансформацией сбережений в инвестиции и инновации, это действительно приоритетное направление развития и в стратегии до 2025 года мы на это обратили самое серьезное внимание. На этом слайде вы видите, что мы определенные имели показатели более-менее, но потом то, что касается 2020 года, значит, это попали в отрицательную зону. Третье, это то, что касается дисбаланса внутренней и внешней торговли. И превалирующую долю, безусловно, занимает сырьевой экспорт. В 2019 году внешний торговый оборот составил 735 миллиардов долларов, а торговлю в Союзе в этом же году 61 миллиард долларов, то есть соотношение 12 к одному. В 2020 году внешний торговый оборот составил 628,8 миллиардов долларов, торговлю в Союзе, соответственно, 55 практически миллиардов долларов, соотношение 11 к одному. То есть мы видим, что все равно превалируют вопросы торговли с дальним зарубежьем. Хотя, в принципе, если посмотреть на импорт наших стран, то он тоже достаточно высокий. И я ниже скажу о тех инициативах, о тех подходах, которые мы закладываем по наращиванию объемов импортозамещения именно в рамках согласованных действий. Следующий недостаток, который, я полагаю, надо было бы довести до вашего сведения, может вы что-то скорректируете в наших действиях, если будут такие предложения, все-таки недостаточная вовлеченность в интеграцию представителей бизнеса, деловых кругов. В основном вот все эти интеграционные вещи, о которых я говорил, они как-то опираются на административный ресурс. И вот снизу мы пока, к сожалению, не видим таких больших инициатив. И работа с союзами нанимателей, торгово-промышленными палатами, другими объединениями нанимателей говорит о том, что здесь еще очень много предстоит, предстоится работы. Если посмотреть на следующий слайд, итоги 2020 года, покажите, пожалуйста, мы видим, значит, как сработали в 2020 году по отношению к 2019-му. Уместно, ну, понятно, пандемия, все эти вещи. Как выглядит 2021 год, начало 2021 года? По нашим оценкам, выглядит положение дел неплохо. И негативное влияние пандемии, мы полагаем, что в определенной степени ослабевает. Итак, хотелось бы привести примеры по Белоруссии. Промышленное производство за первые два месяца увеличилось на 8,3% по сравнению с двумя месяцами 2020 года. Взаимная торговля государств, союз, увеличилась на 3,3%, пока у нас данные только январские. И по прогнозу международных организаций, ожидается, значит, безусловно, и в целом в мире, и у нас такое циклическое восстановление мировой экономики. И по нашим аналитическим, так сказать, расчетам, мы полагаем, что темпы роста валовнутреннего продукта Российской Федерации могут составить в 2021 году около 3%, и в 2022 году до 3,9%. Что для этого надо? Для этого надо скоординированные действия, и я в порядке информирования хочу довести до вашего сведения, когда вот эта беда случилась, нам представилось возможным все-таки организовать в феврале и особенно марте достаточно оперативное управление имеющимися ресурсами, лекарствами, критическим импортом и экспортом и медицинскими изделиями. И мы стремились создать условия действительно для эффективного такого функционирования, как в кризисный период и сейчас, вот в посткризисное восстановление. И, безусловно, огромное значение имеет своевременная разработка Российской Федерации высокоэффективных вакцин против коронавируса, организации их поставок и локализации производства в странах Евразийского экономического союза, что действительно может служить позитивным примером интеграционного такого конкретного сотрудничества в интересах миллионов людей. Этому было посвящено очень много наших заседаний, рассмотрений. Достаточно сказать, что три раза в течение прошлого года собирались главы государств, президенты для обсуждения вопросов не только коронавирусных проблем, но и развития экономик. Правительство провели шесть заседаний, межправсоветом на которых принимались очень актуальные вопросы. Ну и, безусловно, у нас такая ступенчатая система работы, это коллегия, которая собирается каждый вторник, еженедельно рассматриваем. Всего было принято, вот я готовился ко встрече с вами, мы посмотрели, только за прошлый год было принято коллегией 187 решений прямого действия. Не каких-то там декларативных, отсылочных и так далее, а тех решений, которые принимались в интересах наших государств. Второй уровень управления комиссии, это совет комиссии, который представлен вице-премьерами государств пятерки. Тоже было принято 73 решения прямого действия. Это говорит о том, что объединение работает неформально, а это, безусловно, решаем мы все вопросы, как бы это ни было сложно, те, которые на повестке дня, и которых заинтересованы страны. Я хотел обратить внимание, что если коллегия может еще какие-то решения принимать квалифицированным большинством, то принятие решений на уровне совета комиссии, то есть когда заседают вице-премьеры, и потом премьер-министры, и главы государств, решения принимаются исключительно консенсусом. С одной стороны, это вроде как бы хорошо, что не игнорируется мнение той или другой страны, но это очень сложно в управлении. Вы все люди опытные, знающие, что бывает иногда надо где-то и принять решение в интересах большинства, а не только стремиться к тому, чтобы все подходы были согласованы. Тем более, что целый ряд стран, я должен откровенно говорить с вами, иногда преследуют и какие-то односторонние, собственно, страновые. Не надуманные, конечно, но, может быть, они не всегда вписываются в повестку дня всех пяти государств. Но так записано в договоре о том, что президенты, премьеры и вице-премьеры принимают решения исключительно консенсусом. И если где-то не достигли каких-то решений согласованных, то, безусловно, нормы не действуют. Было очень сложно в период пандемии, и вот в это время как раз мы заканчивали разработку стратегии, проекта стратегии, когда все-таки возникал такой соблазн что-то решать в одностороннем порядке. И приходилось очень много тратить интеллектуальных, как говорится, сил для того, чтобы убедить, что вот в этой ситуации только объединенными усилиями мы можем достичь максимального эффекта. Конечно, есть проблемы под товарным потоком из Кыргызстана через Казахстан в Российскую Федерацию. Есть пункты предварительного уведомления, которые осуществляют контроль за перемещениями грузов, чего в принципе не должно быть и так далее. Все это, сказано, достаточно вносит определенную нервозность в отношения и так далее. И приходится снимать эти вопросы по ходу. Ну, были, конечно, и вопросы, как я говорил о том, чтобы несколько, может быть, сдерживать процессы интеграции. Но вот в этом плане нам все-таки удалось, чтобы стратегии, которая была принята и подписана главами государств 11 декабря 2020 года, все-таки расширить горизонты договора 2014 года и посмотреть на более эффективный подход к развитию интеграции по ключевым сферам. И, безусловно, вопросы, связанные с формированием нормативно-поровой базы. Несмотря на то, что наш договор является экономическим договором, и союз – это Евразийский экономический союз, мы в стратегии вышли и на новые области сотрудничества, в первую очередь экономического взаимодействия, но в таких сферах, как образование, здравоохранение, туризм, спорт и так далее. То есть мы полагаем, что должна быть определенная социальная лояльность к тем процессам, которые мы реализуем в рамках нашего Евразийского экономического союза. Если по данному разделу как-то резюмировать, у нас получается, что стратегия в соответствии с теми планами, которые разработаны по реализации, нам надо будет до 2025 года принять, разработать и принять 13 новых международных договоров, более 60 нормативно-правых актов нашего Евразийского экономического союза. И вот мы посмотрели, надо будет внести порядка 25 изменений и дополнений в действующий договор 2014 года. Это крайне непосредственно стоит, безусловно, сближать позиции. И я хочу сказать, что, к сожалению, иногда на среднем уровне управления приходится сталкиваться с тем, что, значит, ну, давайте мы вот эту тему не будем смотреть, потому что это не предусмотрено, мол, договором и так далее. Политическая воля глав государств о том, что мы не должны останавливаться только на той нормативно-правовой базе, которая содержится в договоре 2014 года и других нормативно-правых актов, вытекающих из этого договора. Мы должны смотреть и некое загоризонтное видение для того, чтобы действительно решать вопросы, частично которые я осветил выше. Безусловно, наверное, у участников сегодняшней конференции могут возникнуть вопросы по барьерам, которые имеют место еще пока в торговле между нашими странами. Эти препятствия создают не комиссии, эти препятствия создают страны в определенной степени, защищая интересы национальных товаропроизводителей и, безусловно, сразу же возникают ответные меры со стороны других государств. И вот, слава богу, это не доходит до каких-то торговых войн, но нам приходится снимать вот эти разногласия. И есть определенные подвижки положительные. Впервые, если вот посмотреть, то с 2016 года мы снизили вот количество барьеров до 59. То есть за этот вот, за прошлый год, год председательства Беларуси, нам удалось устранить 83% всех выявленных барьеров взаимной торговли. Ну и также еще и другие нарушения, другие препятствия. Конечно, для нас очень большая проблема, это то, что называется ограничениями и изъятиями. Но изъятия, они записаны в договоры. И вы, уважаемый Иван Валерьевич, говорили о том, что вы выполнили для нас определенные научно-исследовательские работы. Спасибо большое за это. Но мы сейчас замахнулись на то, чтобы нам серьезно поработать и с ограничениями. Ограничения — это те препятствия, которые не урегулированы законодательно. И вот в этом плане мы, по крайней мере, на 2021-2022 год планируем, ну, как минимум, где-то 12-15 таких ограничений действующих урегулировать, дополнив, соответственно, право нашего Союза. И если будет помощь с вашей стороны, конечно, мы будем стремиться, чтобы за это заплатить. Не за спасибо. Но это было бы очень хорошо. Нам удалось решить, я считаю, очень серьезный вопрос, который касается государственных и муниципальных закупок. Пять лет этот вопрос не решался. И страны допускали государственным и муниципальным государственным закупкам только товары отечественного производства. Мы договорились, убедили комиссии и приняты соответствующие решения на уровне глав государств, что товары, произведенные во всех пяти странах, при наличии соответствующего объема добавленной стоимости, могут участвовать в государственных и муниципальных закупках, независимо от того, в какой стране эта добавленная стоимость создавалась. То есть идет суммирование, если, например, определенная добавленная стоимость, например, двигатель внутреннего сгорания произведен в Российской Федерации, потом устанавливается, например, на грузовое транспортное средство в Беларуси, то эта машина уже может участвовать в госзакупках, если добавленная стоимость российская и белорусская выходят на тот уровень, который определили страны. Это в определенной степени подтягивает вопросы импортозамещения, внутренней локализации. Конечно, вы меня можете тут покритиковать, исходя из того, что, чтобы не перевести это все в некое натуральное хозяйство, чтобы не пострадало качество, но, безусловно, надо стремиться, чтобы конкуренция, она тоже была, как говорится, в разумных пределах. В разумных пределах, особенно то, что касается очень достаточно серьезных проблем из-за недостаточности источников развития. В текущем году, в 2021 году, председатель существует в органах Евразийского экономического союза Казахстана. И я хотел бы обратить внимание, и вот, может быть, и участники посмотрели бы на обращение президента Казахстана, господина Такаева, он изложил там пять основных направлений развития в 2021 году. На первом месте поставлены вопросы развития промышленной кооперации. И вот в этом плане я считаю, что это очень перспективная и действительно актуальная задача, которой мы будем заниматься в текущем году. Мы уже сделали определенные наработки, произвели. Сформирована карта индустриализации Евразийского экономического союза. А это сформировано не сверху, а по предложениям бизнес-сообществ, госорганов стран. Всего туда у нас пошло 185 достаточно крупных инвестиционных проектов с метной стоимостью более 300 миллиардов долларов США в 21 отрасли и 550 технологических направлений. Это в первую очередь вопросы кооперационные и вопросы импортозамещения. Мы полагаем, что вот те решения, которые приняты на заседании Совета по промышленной политике Евросийского экономического союза, это действительно хороший документ. Мы приняли основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, то есть фактически расшивается одно из направлений стратегии. И я вот в этой ситуации хотел бы обратить особое внимание на документы, которые были приняты в декабре 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, когда уже, так сказать, разговор между главами государства пошел, может быть, даже где-то за пределы согласованной повестки дня и достаточно активно обсуждался вопрос импортозамещения и вопросы промкооперации. И я очень признателен президенту Российской Федерации, В.В. Путину, который фактически внес такое предложение, чтобы создать совместную комиссию по импортозамещению и не только по простым, как говорится, вещам, но и по высокотехнологичной продукции, включая вопросы электроники, самолета, строения и так далее. Мы эти предложения оперативно уже подработали и направили в правительство Российской Федерации и полагаем, что вот вопросы цифровой платформы инвестиционных проектов, это будут программные документы по повышению уровня обеспечения стран стратегически важными товарами. Поэтому и биотехнологии, и лекарства, и, безусловно, то, что касается обрабатывающей промышленности, это приоритет. Мы сейчас все находимся вот, так сказать, в период 60-летия полета человека в космос. Вот хочу сказать, довести до вашего сведения, что мы утвердили программу на три государства. Россия, Беларусь и Казахстан, космическую программу, которая предполагает создание достаточно мощной группировки спутников, не просто делать какие-то национальные сегменты, а это группировка, которая будет работать по проблемам дистанционного зондирования Земли. И 29 и 30 апреля у нас будет проходить в Казани заседание Межправсовета. И господин Рогозин, Роскосмос, будет презентовать уже первые, так сказать, подходы, первые наработки по этим действительно интересным вещам. Ну и я хотел бы сказать, что это не просто, как говорится, создать новые спутники с высокой разрешающей способностью. Достаточно сказать, что спутники уже будут не с двухметровым разрешающей способностью, когда идентифицируются предметы с линейным размером 2 и более метра, а уже выходим на 0,45 метра. Это очень хорошо, и самое главное, что стоит задача, не менее 70% комплектации, в том числе и микроэлектроники, должно быть отечественного производства. Поэтому я думаю, что вот эта программа, этот проект, это уже своего рода некая такая проба сил, для того, чтобы максимально привлечь внимание к этим и другим вопросам. Ну и безусловно, то, что касается, я говорю, вот и вопросов лекарственного обеспечения, когда с пандемией коронавирусной инфекции, это очень напряженная вещь. Конечно, я должен быть объективным, что нужны и новые направления промкооперации, и здесь мы действительно имеем определенные сложности в связи с тем, что конкурентноспособность производимых товаров недостаточно высокая, и, безусловно, хотелось бы иметь более высокую производительность труда. Еще такая тема, которую я хотел бы просто поделиться с вами, и обратить внимание всей нашей широкой аудитории, это то, что касается господдержки. Если посмотреть на ту господдержку, которая была оказана ведущими экономиками мира, правительствами этих стран для поддержки экономики и населения, это достаточно мощные вливания. Вот на этом слайде вы видите, что это данные Международного валютного фонда. Соединенные Штаты направили 19,2% от ВВП на поддержку. В прошлом году Европейский союз 10,6%, ну и вот предложения по Германии, Франции, Италии, значит, достаточно высокие. Я почему обращаю особое внимание на эти вещи? Они, безусловно, сработают. Они сработают так для того, чтобы нарастить покупательную способность населения на внутренних рынках, и, безусловно, это большие средства, которые направляются из бюджета в стран, где-то на возвратной, где-то на безвозвратной основе, и таким образом ведущие экономики мира, повышающие в большей степени, повышают свою конкурентную способность. Наши государства также оказали определенную поддержку, но она значительно ниже и в процентном отношении, а если посмотреть по валовому внутреннему продукту, который значительно ниже, чем в этих странах, то мы говорим о том, что это, безусловно, достаточно скромная поддержка. И то, что Соединенные Штаты и Европейский союз продолжают осуществлять поддержку и в 2021 году, это факт. Вот, наверное, вы знаете, уже вновь избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о том, чтобы очереводное вливание в американскую экономику осуществить в 2,2 триллиона долларов США в 2021 году. И это, безусловно, идет не только для корпораций, но и для населения. Уже вот в этом году, например, каждый американец получил из бюджета 1400 долларов в связи с проблемами коронавирусной инфекции. Я подводку это делаю к тому, что нам надо, безусловно, отработать вопросы льготного кредитования инвестиционных проектов. Бюджеты наших стран и прибыль корпораций не позволяют того, чтобы, значит, серьезно заниматься инвестиционной деятельностью, поэтому на возвратной основе, и, безусловно, мы внесли такие соответствующие предложения, чтобы льготировать ставку по кредитам, в первую очередь, Евразийского нашего банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, которые, к сожалению, сегодня работают как коммерческие банки, но для того, чтобы были доступны кредиты и предприятия могли реализовать свои инвестиционные амбиции. По евразийским корпорациям и компаниям я об этом говорил. Очень серьезный вопрос продовольственной безопасности. Мы провели достаточно большую работу в прошлом году. У нас имеется полная ясность. Обеспеченность продовольствием осуществляется по всем показателям, даже с избытком. Нам надо просто еще отработать моменты, которые связаны с рыночным управлением продовольственными ресурсами, чтобы не получалось так, что, например, у нас некоторые государства имеют, например, излишки зерна, как Казахстан. Достаточно сложно выращивать товарные объемы зерна, например, в Армении. Но как вот в этой ситуации, исходя из рыночных и наших союзных отношений, решать вопросы для того, чтобы была в том числе определенная продовольственная специализация. Беларусь имеет перепроизводство по молоку и мясу. И тоже, значит, в этом плане действительно надо работать согласованно. Пока у нас еще есть некий такой национальный привкус в этом деле. Но я думаю, что это все решаемые вопросы. Безусловно, мы по-новому начали рассматривать вопросы цифровизации. И, безусловно, я хотел бы привести в качестве такого примера, который заслуживает подражания, это то, что делается правительством Российской Федерации. И не только в рамках вот того большого проекта, который недавно демонстрировало правительство президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Но я знаком и с системой, которая создана федеральной налоговой службой, когда прослеживаются все товарные и финансовые потоки, в первую очередь по косвенным налогам, для того, чтобы была полнота сбора налогов, и для того, чтобы легально все осуществлялось. Поэтому страны, безусловно, имеют определенные собственные наработки, но мы увидели то, что здесь мы еще достаточно серьезно недорабатываем. У нас имеется 89 общих процессов для информационного обмена между нашими странами, но не все эти общие процессы еще внедрены и качественно работают. Поэтому цифровизация – это, безусловно, очень важный блок вопросов, который отражен в стратегии, которой мы занимаемся. Но цифровизация, конечно, это средство реализации интеграционной повестки. Поэтому вот эта сервисная функция, она будет значительно шире развиваться. По диалогу с деловыми кругами мы завтра проводим большое заседание консультативного совета по взаимодействию с деловым советом нашего Евразийского экономического союза. Планируем обсудить участие всего бизнес-сообщества в реализации стратегии 2025 и рассмотреть кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей. Мы предварительно провели консультации такие подготовительные с казахстанскими коллегами, с господином Шохиным встречались и обсуждали. Я думаю, что это будут очень интересные предложения. Если у вас будет какой-то определенный интерес или желание, мы, безусловно, поделимся теми наработками, которые будут решены в рамках нашего консультативного совета. Еще одна группа вопросов, на которые я хотел бы обратить внимание, это то, что касается сопряжения нашей евразийской интеграции с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Я не буду углубляться в эти процессы. Действительно, это очень мощные заявки. Но, к сожалению, я полагаю, что надо просто, наверное, не декларировать уже или заканчивать декларирование вопросов сопряжения, а надо создавать реальные межгосударственные проекты. И должны создаваться соответствующие возможные акционерные общества, особенно то, что касается оптово-распределительных центров, логистики, транспортной инфраструктуры и так далее. Потому что Китай и Центрально-Азиатские государства очень активно этим занимаются. И уже проработаны маршруты вхождения в Европу не через Россию и Беларусь, а по югу и вхождения через Турцию в южные страны Европейского Союза. Огромные. Это огромные объемы перемещаемых грузов. Мы делали специальный такой аналитический обзор. Есть моя статья по данному вопросу. Несколько лет раньше была создана Объединенная железнодорожная компания России, Белоруссии и Казахстана, которая фактически сейчас перехватила на себя где-то около 90-93% всех контейнерных перевозок из Китая в Европу и обратно. Это очень хорошо. И это говорит о том, что вот такой огромный потенциал. Но если посмотреть, сколько вот эти железнодорожные перевозки занимают по сравнению с морскими, то это где-то 12-15%, даже меньше. Все остальное идет морем. И вот те события, которые были там, безусловно, в Суэцком канале и другие, говорят о том, что сегодня надо, чтобы товар доставлялся быстрее. А быстрее он может доставляться за счет железнодорожного сообщения. И вот в этом плане, безусловно, надо, чтобы были задействованы все инфраструктурные объекты и расшиты узкие места, которые касаются по перемещению товарных потоков из Китая в Европу и обратно. Потребность такая и есть. И вот есть определенная соревновательность между странами, которая не всегда играет на пользу, так сказать, всем. То есть вот здесь не должно быть какого-то местничества, а здесь действительно должны быть объединенные усилия. То же самое и касается реализации идеи Большого Евразийского партнерства, с которым, помните, выступил уважаемый Владимир Владимирович Путин. А одним из столпов этого является, безусловно, наш Евразийский экономический союз. Поэтому, обладая такой огромной интеллектуальной возможностью высшая школа экономики, могла бы все-таки еще раз, как говорится, обратить внимание власть имущих на то, что, значит, уже много мы говорим о необходимости сопряжения и с одним поясом, одним путем, и большим евразийским партнерством, а надо все это уже загонять в рамки конкретных проектов, и чтобы был конкретный такой, как я говорю, измеряемый коммерческий интерес. Очень серьезная тема. Мы планируем, я планирую эту тему в ближайшее время обсуждать с председателем Центробанка Российской Федерации Эльвирой Сахисадовной-Набиулиной. Это вопросы, связанные с дедоларизацией. Я не буду, значит, тут какую-то теорию вопроса рассказывать. У нас для того, чтобы расчеты вести в национальных валютах, здесь, ну, вроде как бы нет больших проблем. Но дело в том, что все страны Евразийского экономического союза имеют пассивные торговые сальдо торговли с Российской Федерацией. Поэтому будет дефицит рублей, российских рублей, и необходимо решать вопросы финансирования через своп-системы или другие какие-то подходы, потому что, ну, надо это дело выравнивать. С другой стороны, расчеты в национальных валютах – это часть проблем. Надо, чтобы и ценообразование было тоже в национальных валютах. Если ценообразование сегодня решается в долларах или в евро, ну, платежные системы могут работать и в национальном, но это не решение вопроса. Вот если и цены, и расчеты в национальных валютах, тогда успех может быть больше. Ну, и, безусловно, предлагаются и другие варианты совершенствования платежных систем, особенно вот с теми постоянными намеками, которые исходят от Федеральной резервной системы США, там, по СФИФТу и так далее. Я полностью поддерживаю ту обеспокоенность и те предложения, которые были изложены министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым вот в недавних выступлениях по данному вопросу. Уместен с вашей стороны вопрос – это все пока прогнозы, это, так сказать, видение того, что будет, а что уже есть. Есть. Или будем так говорить. Насколько вот стратегия начинает реализовываться. Мы на 21 мая текущего года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, это главам государств, уже представляем пакет изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. 137 поправок. 137 поправок. Это и вопросы трудовой миграции, и признание документов об образовании, и оценка регулирующего воздействия проекта международных договоров, и антидемпинговые процедуры, что очень важно, порядок взимания косвенных налогов, вот, и многое-многое другое. И полагаем, что вот в этой ситуации, значит, вот это движение, если оно будет поддержано, мы будем стараться быть убедительными, чтобы это было поддержано. Это создаст, безусловно, ну, некие новые подходы в нашей евразийской экономической интеграции. И вот в этом плане мы поняли, что так, какие бы ни были там талантливые работники и политики и так далее, все-таки необходимо какой-то объединенный такой интеллектуальный пул, специализированная площадка, и мы создали научно-технический совет предпредседателя коллегии, президиум этого, и, конечно, приглашаем вас к активному участию в работе научно-технического совета. Я приехал сюда с настроением, что мы подпишем между комиссией и высшей школой экономики очередную двойклетнюю программу совместных мероприятий. Просто хочу сказать, завершая свое выступление, затянувшееся, что мы выступаем за конкретику и будем признательны вам за идеи, предложения и помощь в реализации тех направлений, которые делаются в интересах наших государств и людей, которые связывают очень большие надежды с евразийской экономической интеграцией. Большое спасибо. Большое спасибо, Михаил Владимирович, за ваше очень содержательное и внушающее лично в меня большой оптимизм выступление. Совершенно очевидно, мне кажется, что с точки зрения стратегической, Евразийский экономический союз чувствует себя довольно прилично. Те результаты, которые были достигнуты за последние годы, являются высокими. И здесь важнейший показатель, конечно, торговля и инвестиции между странами, участницами Евразийского союза. Вы упомянули про взаимодействие с Китаем, например, и сейчас известный факт, то, что торговля Казахстана, торговля и инвестиции Казахстана с Китаем сокращаются год от года, а срасти и растут. На протяжении всех семи лет, как Китай выдвинул инициативу пояса и пути, происходит процесс немножко другой, чем принято пугать нас в некоторых газетах. уникальная возможность узнать, как оно есть на самом деле. Это, как говорил профессор Пребреженский, не читайте утром газеты. Да, не читайте утром газеты, особенно буржуазных в наши времена. Вот у вас сейчас есть уникальная возможность узнать факты. Уважаемые коллеги, я прошу вас задавать вопросы, наверное, из аудитории, сам время больше занимать не буду, и, пожалуйста, представляйтесь. А, вот барышня. Михаил Владимирович, большое спасибо за лекцию, было очень интересно. Меня зовут Диана Зинкович, студент 4-го курса международных отношений, и в своем вопросе я бы хотела уточнить момент, который вы не затронули в лекции, а именно, мне бы было интересно узнать, как студенты международных отношений вы поддерживаете больше расширение интеграции или ее углубление? Ну, наверное, недостаток моей лекции, спасибо за вопрос, вы ее, как говорится, скорректируете. У нас есть институт государственных наблюдателей. Сейчас это три государства. Молдова, Куба и Узбекистан. Я остановлюсь на Узбекистане. Они очень серьезно занимаются сейчас с нами и в рамках подготовки соответствующего плана действий и так далее, то есть набирают информацию о плюсах и минусах евразийской экономической интеграции, понимая о том, что где-то зреет такое политическое решение о возможном вступлении и присоединении к нашему Евразийскому экономическому союзу. И мы всячески приветствуем это. Это большая страна, достаточно сказать, что у них естественный прирост населения только в год составляет 600 тысяч. И безусловно у них есть сейчас фактически новое обновление экономики, новые подходы, поэтому мы безусловно заинтересованы в том, чтобы наш союз расширялся. Конечно, есть где-то и ну такие дискуссионные вопросы. А вот как? На каких условиях? То есть, чтобы здесь не было погони за количеством ущерб качества. И базовый принцип заключается в том, чтобы новые члены не со своими какими-то условиями и требованиями, которые бы заставляли пересматривать базовый договор, а чтобы они все-таки вступали в союз, уважая то, о чем договорились старые страны, так назовем, и брали на себя определенные обязательства, что они будут строго руководствоваться нормативно-правовой базой, сложившейся нормативно-правовой базой. То есть не со своим уставом, а именно признавая уставы и документы союза. Безусловно, могут быть какие-то и переходные периоды, но они должны быть четко структурированы, они должны быть обозначены, что конкретно и на какой период. Что касается сотрудничества с дальним зарубежьем, у нас есть договоры о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром. Сейчас идет активная проработка с Израилем, Ираном, Египтом, ну и есть определенные торговые уже соглашения, пусть они носят такой рамочный характер с Китаем. Безусловно, это разные по своему содержанию документы, вот, где-то это больше намерение, где-то уже прописываются конкретные обязательства сторон. Но надо иметь в виду, что, безусловно, мы должны смотреть в первую очередь на выгоду для стран Евразийского экономического союза. Но сложилось так, что, например, договор о зоне свободной торговли очень способствовал тому, что увеличился экспорт Вьетнама в наши страны. И сальдо сейчас не в нашу пользу. У нас тоже в определенной степени стран пятерки экспорт вырос, но он вырос значительно скромнее по темпам, чем вьетнамский экспорт к нам. Поэтому на все это надо смотреть. Конечно, мы приветствуем все это, это расширяет безусловно товарную группу и так далее, но надо смотреть, чтобы не поливать цветы в чужом присаднике. Что касается сотрудничества с Европейским Союзом, ну, пока оно очень скромное, но мы понимаем, что здесь и санкции, и другие вещи, по крайней мере, мы ведем сейчас диалог на различного рода площадках, которые касаются вопросов технических регламентов, технического регулирования, чтобы наши товары, безусловно, все требования к производимым товарам гармонизировались с требованиями Европейского Союза. Таким образом, я хочу сказать, что какой-то особой погоней за тем, чтобы, значит, вот давайте больше, 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 мы не ставим это в качестве приоритета, но мы делаем все для того, чтобы быть интересными партнерами и действительно, чтобы новое государство осознанно шли со своим, как говорится, определенным багажом, предложением, а не только с односторонней какой-то выгодой. То есть, вступая в Союз, надо, значит, видеть, что и в чем будет польза для Союза, а не только для страны, которая претендует стать членом Евразийского Экономического Совета. Спасибо, спасибо большое, да, секундочку, спасибо большое, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, как вы думаете, а нужно вообще с Европейской Комиссией прямой официальный диалог, или пока еще не доросли, ни они, собственно, не готовы, может подождать какое-то время и вообще эту тему не поднимать? Ну, я думаю, я приведу два таких примера. в свое время, когда Чехия, когда еще не была членом Европейского Союза, их президент Гавл как-то сказал, мне запомнилась фраза такая о том, что дверь в европейский дом должна быть приоткрытой, чтобы страны не члены, но как-то смотрели, а что там. вот, поэтому в принципе у нас очень большой товароборот, у нас безусловно инвестиционный импорт достаточно мощный из Европы, именно инвестиционный импорт, то есть машины, механизмы, технологии и так далее, и не не видите это, ну, наверное, это будет неправильно, но должна быть все-таки взвешенная политика для того, чтобы не в ущерб, не в ущерб. И вот вопросы, которые я приводил слова Владимира Владимировича Путина, вот на таком консолидированном импортозамещении мы все-таки можем достаточно много чего делать сами, а не только покупать, а покупать мы пока можем только за счет сырьевого экспорта, который тоже в связи вот с этой волатильностью цен на энергоносители не всегда, как говорится, дает желаемый приток валюты, на который мы хотели бы рассчитывать. Поэтому аккуратные, взвешенные такое вот контакты, не заискивание ни в коем случае, но оно должно, ну, как говорится, мы должны видеть, чем живет Европа и что может быть, какие направления могут быть выгодны не столько сегодня, сколько завтра. И еще одно, вот, хотел бы привести такой пример. Я помню статью Владимира Владимировича Путина в газете «Известие» в 2011 году, где, ну, такая фундаментальная статья, и он говорил о том, что Евразийский экономический союз, Европейский союз это партнеры, и нам надо, значит, вот, как говорится, сотрудничать. Ну, потом, к сожалению, не по нашей вине, не по нашей инициативе, начались различного рода политические и экономические, так сказать, заявления и действия со стороны, значит, США и Европейского союза. И эта тема, как-то, она ушла на второй план. Но, в принципе, это могла бы быть достаточно интересный альянс. но сейчас он достаточно успешно реализуется за счет сотрудничества с Китаем, с Индией, и я думаю, что успех здесь будет не меньше, чем то, на что рассчитывалось 10 лет тому назад. Спасибо большое. У нас еще есть время для пары вопросов. Пожалуйста, молодой человек. Меня слышно. Михаил Владимирович, спасибо большое за лекцию. Я Тулаев Мансу, студент 4-го курса Баклавиата Международные отношения, и я бы хотел задать следующий вопрос. В конце 2018 года ЕС и Меркосур подписали меморандум о сотрудничестве, и в связи с этим мне бы хотелось узнать ваше мнение о перспективах заключения соглашений с другими региональными блоками, в частности с Меркосуром. Хороший вопрос. Спасибо. Мы можем предоставить достаточно обширную информацию по данному вопросу. У нас вот сейчас это новая фаза, новая стадия. У нас много различного рода вот таких документов, в том числе с международными торгово-экономическими организациями, но они все носят такой характер в определенной сети. Это меморандумы, это протоколы намерений, то есть это в основном такой декларационный характер. И я второй год уже работаю в этом качестве, я стремлюсь к тому, чтобы нам переломить эту ситуацию и выходить на конкретные проекты. Не только очередные заверения о том, что мы за мир, дружбу и так сказать будем всячески там сотрудничать, но это все должно уже трансформироваться в конкретные осязаемые проекты. Может быть их будет и немного, может быть некоторые будут пионерными, некоторые будут пилотными, но они должны быть для того, чтобы мы могли действительно отрабатывать и нормативку соответствующую и безусловно втягивать в этот процесс больше компаний с каждой стороны. Пока это, будем так говорить, создается некое такое ковровое поле о том, что вот и здесь неплохо работать, и здесь и так далее, но мы должны сейчас это уже конкретизировать и в соответствии с договором у нас флажок висит это 25-й год. То есть мы уже больше деклараций, больше намерений уже лимит времени исчерпали. Надо сейчас переходить на прагматику, на конкретные проекты, которые будут интересны. В том числе и вот например мы с Ираном сейчас отрабатываем вопросы это транспортного сообщения север-юг конкретно. Вот вопросы связанные железнодорожным сообщением и автомобильным сообщением Китай, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь и Европа. Вот потому что Европа выстраивает тоже свои так сказать белорусы например в рамках большого проекта который индустриальный парк Великий Камень значит отработали неплохую я считаю логистику о перевалке грузов значит из Китая в зону значит под Минском для того чтобы потом распыление шло здесь и уже есть соответствующее соглашение с Германией конкретно с Дуйсбургом для того чтобы входить в Европу уже именно такие вот вещи есть некая обособленная позиция Польши которые хотят перехватывать китайские грузы китайские товары но и Евразийского союза и осуществлять распыление по Европе самостоятельно я встречался с премьер-министром Польши мы эти вопросы обсуждали но у него такие очень большие амбиции и он полагает что все-таки от моря до моря от Балтики до Черного моря значит Польша может достаточно себя активно позиционировать в этих всех делах но мне кажется что вот не кажется я просто в этом уверен что вот сейчас сопряжение Китай Казахстан Российская Федерация Беларусь и с выходом на портовую на портовую инфраструктуру Балтики в Германии это это реальная вещь и мы можем иметь ну такой хороший синергетический эффект потому что дойдя до границы с объединенной Европой мы же должны значит давать ответ а что дальше это это не только разной ширины колея это и это и перевалки это и другие услуги и так далее вот смотрите как сейчас зашевелились страны Балтии когда Беларусь переориентировала свои грузопотоки на услугу по Санкт-Петербургу для того чтобы значит действительно задел задействовать мощности на Балтике Российской Федерации и безусловно это где-то на 30% как минимум упали услуги морских портов Клайпеды Венспилса и так далее поэтому здесь вопросы и экономики и политики и логистики и так далее все это вот надо я считаю видеть все эти вопросы в комплексе Михаил Ильич я как уроженец Ленинграда считаю что дальше должен быть порт Санкт-Петербург после Китая Казахстан и Россия и Белоруссия Михаил Ильич большое спасибо нет к сожалению меня коллеги торопят да коллеги разрешаете еще один вопрос да еще один вопрос пожалуйста Юлия прошу прощения уважаемый Михаил Владимирович спасибо большое за вашу лекцию мой вопрос буквально короткий уточняющий вы говорили про Узбекистан на самом деле в академическом экспертном сообществе ведутся дискуссии вот об интересах для Узбекистана а вот хотелось бы от вас узнать пользуясь случаем а какой же интерес ЕАЭС допустим вот вовлечение Узбекистана в процессы евразийской интеграции есть ли он я вам скажу что Узбекистан это огромный рынок это уже без малого под 40 миллионов населения причем молодого населения растущего растущего значит и мы видим что экономика на подъеме и очень хорошие мы видим тенденции торговли например я не могу сказать за весь наш евразийский экономический союз но то что касается допустим торговли с российской федерацией на 15 более процентов рост в год значит есть чем торговать в ту сторону и оттуда и безусловно значит вопросы связанные с трудовой миграцией это тоже очень больная такая тема по разным оценкам сейчас допустим в российской федерации работает около миллиона шестисот граждан Узбекистана и безусловно рассматриваются вопросы о том что это должна быть организована трудовая миграция это естественно какие-то социальные пакеты и так далее и тому подобное и надо сказать что есть как меня информируют определенные должностные лица но есть и силы которые говорят о том что может быть в Узбекистане которые говорят о том что может не надо торопиться Евразийский экономический союз надо набрать определенные плюсы посмотреть в чем выгода это заключается поэтому здесь какого-то ну будем говорить социалистического соревнования не будет что вот значит это завтра или послезавтра значит решения будут приниматься безусловно взвешенные с учетом тех политических решений которые принимаются непосредственно в стране которая претендует или будет претендовать и безусловно в странах Евразийского экономического союза то есть все должно осуществляться осознанно но это предположение что может быть Узбекистан в ближайшее время там или какие-то годы ближайшие изъявить желание стать полноценным членом пока Узбекистан это государственный наблюдатель и мы с ним работаем и мы расширяем торговые связи и я думаю что в Казани 29-30 мы с премьер-министром подпишем целый рабочий план действий непосредственно вот экономического сотрудничества с этой страной спасибо большое Михаил Владимирович разрешите вас поблагодарить и пожелать успехов в развитии евразийской интеграции спасибо спасибо